Друзья, всем привет! Меня зовут Света, добро пожаловать обратно на мой канал. Сегодня я хочу поговорить с вами о Яндекс.Дзене и о непосредственных проблемах, которые у меня в очередной раз возникли. Я думаю, ни для кого не секрет, что эта платформа регулярно предоставляет различные сюрпризы для авторов, вне зависимости от того, что они пишут, как часто они пишут, какое качество публикации они предоставляют своим читателям. Другими словами, я хочу вас предупредить о том, что может значительно подпортить ваше впечатление от платформы, что случилось со мной буквально сегодня. На самом деле, я лишний раз повторяю, что я очень неконфликтный человек. Но если я пишу службу поддержки Дзена, и если я хоть каким-то образом выражаюсь чуть более эмоционально, чем это вообще принято в официальных письмах, значит, меня до такой степени довели, меня до такой степени бомбит какое-то чувство вообще несправедливости, что я позволяю себе вот так выражаться. Ну, никакой нецензурщины, естественно, просто чуть более эмоционально, чем это принято в официальных электронных письмах, например. На самом деле, Яндекс.Дзен не врет. Яндекс.Дзен умалчивает и не договаривает, поэтому если о чем-то вы не можете прочитать в супероткрытом доступе вроде журналов Яндекс.Дзен, вроде их правил и так далее, то это не значит, что этого не существует, это совсем не значит, что вас... Да, пришел товарищ. Что вас... Господи. Что вас не забанят за какой-то косяк, который вы, например, не совершали. Но обо всем давайте по порядку. Начнем с того, что Яндекс.Дзен буквально недавно ограничил одну из моих старинных статей, выложенных около года назад. Статья, которая прекрасно монетизировалась, показывалась, принесла мне небольшой, но все-таки доход. Там показывалась реклама. Статья набрала достаточно большое количество... Для меня большое количество комментариев. Это была статья... Я укажу вам все ссылки внизу. Статья была написана про происхождение древних собак и о тех, кто вообще являлся главным. Ну, грубо говоря, какая собака была самая-самая древняя и которая послужила первым, скажем так, прародителем современных собак. Это статья, ну, скорее, знаете, ближе к научпопу, ближе к околонаучной тематике. Я привела там достаточно большое количество первоисточников, экспертных мнений. Эта статья, она несколько выбивается из общего, вы знаете, из общего стиля моего канала. То есть обычно я стараюсь опираться на личный опыт, но в этом случае я провела достаточно глубокую глубинный анализ, обработку фактов и так далее. То, что так вроде как призывает нас к этому, или она вроде и не призывает, а потом блокирует эти статьи. В общем, эту статью буквально недавно оказывается ограничили за наличие какого-то шокирующего контента. Я, честно, я прочитала статью три раза. Я не нашла в ней ничего шокирующего, только голые научные факты и как бы... Что? Далее меня просто немножко... Знаете, это была последняя капля в море. У меня на канале, буквально вот когда появилась система оповещений о предупреждениях, алгоритм Яндекса почему-то начал мне пачками присылать информацию о том, что дофига моих старинных статей ограничены за что-то, за какую-то провинность. И, знаете, в тот момент, когда мне стало это все приходить, я настолько устала, я настолько... Ну, просто я задолбалась уже. Я просто хотела спокойно писать, спокойно творить. Оставьте меня в покое. Ну, думаю, ладно, не буду разбираться. Удалю эти статьи, потому что они очень старые, они написаны были давно. Это уже несколько устаревшая, нерелевантная сейчас информация. Ну, думаю, ничего страшного. Я их удалила, буду писать новые, буду писать хорошие, качественные и так далее. Ну, что случилось? Вот буквально вчера или когда-то, я уже был на днях, пришло оповещение о том, что вот эта статья о древних собаках, она ограничена за шокирующий контент. То есть все это время, целый год статья прекрасно монетизировалась, показывалась, набирала дачи для меня, никаких ограничений не было. И только сейчас ваш хваленый, великий алгоритм обнаружил какую-то непонятную, вот эту вот шокирующую... Что это такое? Я не знаю. Естественно, да. Естественно. Пусть он будет в кадре, друзья. Пусть он будет. Он же все-таки песик. У меня канал был в свое время о песиках. Я написала в службу поддержки, просила разъяснить ситуацию, почему так происходит. Ничего. То есть служба поддержки сказала, что их алгоритм постоянно улучшается, и совершенствуется. Мы учтем ваши пожелания. Да блин, сколько можно вот это все читать в каждом сообщении, сейчас мне уже надоело. И Яндекс.Длэн признал, что отредактированные статьи, неважно каким образом, неважно что вы делали, убирали лишнюю запятую, исправляли орфографические ошибки, то есть каким-то образом улучшали свой текст, это все не имеет значения. Если вы хоть раз отредактировали вашу статью, то алгоритм не будет ее перепроверять. Эта функция почему-то у него не предусмотрена. Я не знаю, почему, это загадка для меня. Почему нельзя исправлять свои статьи. Точнее, их можно исправлять, да, но... Но отправлять их на перепроверку вы не сможете. То есть все. И именно по этой причине служба поддержки сказала мне, что мы не можем проверить, не можем установить справедливость ограничения, наложенного на мою статью. То есть все. Никакого выхода, то есть мою проблему, никто не решил, на этом они поставили точку, я не знаю, что просто даже ответить. У меня просто комок, знаете, встал в горле. Типа, ну и что? Ну, понимаете, вы понимаете, что это ваша проблема? Я заключаю с вами трудовой договор официально, присылаю вам дофига своих документов. Паспорт, ННН, страховое, прочее. Вы видите, моя физиономия, что я честный человек. Я просто хочу спокойно писать. Но при этом то, что зависит от вас непосредственно, это ваш алгоритм. Вы знаете, это не мой алгоритм. Не я его создаю. Вы не можете его нормально отладить, чтобы люди спокойно работали. Да, окей. Ваша машина, шайтан машина, не может проверить мою статью. Ну вы-то живой человек. Возьмите глазами, блин, пробегитесь в конце концов. Вы службу поддержки, а не я. И выясните, что там нет никакого шокирующего контента. Почему, например, нельзя сделать так, да? Еще объясните, почему меня не берут Нирвану. Это тоже интересно. Хотя, с другой стороны, я уже читаю отзывы нирванистов, пишут, что это уже какая-то там фигня у них сейчас происходит. Думаешь, надо ли она тебе вообще? И если честно, то сейчас думаешь, да даже заработок этот соленый мне не нужен. Оставьте просто мне в покое, дайте мне возможность писать, снимать видеоролики и делать свое, в общем-то, писательское, журналистское портфолио вот таким, как я его вижу. И, вы знаете, с другой стороны, ты... С другой стороны, хочется понять. Реально, хочется какой-то адекватности, потому что ее вообще нету. И служба поддержки, все, чем она занимается, это оправданием собственной беспомощности. Вместо того, чтобы помочь автору и найти для него какой-то выход. Для честного автора я не говорю о каком-то авторе, который, не знаю... Я вам все равно скажу, я нормально и адекватно воспринимаю конструктивную критику. Я готова признавать свои ошибки. Если в статье реально что-то такое есть, укажите мне на это. Я либо исправлю, либо удалю. То есть я адекватный человек. Я умею признавать свои косяки. Но почему вы не умеете их? Ладно, окей. Допустим, в сообщении, что вы мне прислали, вы сказали, да, мы несправедливы. Наш алгоритм иногда бывает несправедлив. Ну, вы можете решить эту проблему. У вас поставлена задача, у вас есть проблема. Тут даже присутствие аналитиков ваших не нужно. У вас есть огромный пласт авторов, который вам на это указывает. Поставьте себе сроки, поставьте себе задачу. В конце концов, блин, вы же работаете в команде разработчиков, программистов, веб-дизайнеров и так далее. Почему вы не можете разрешить эту проблему, которая доставляет огромное количество просто стресса и вам тоже, которые вы постоянно отвечаете на разгневные комментарии и сообщения. Но это я уже, конечно, утрирую. Это не самое такое суперважное. Такая вот у меня была информация, друзья. Поэтому перед тем, как выкладывать какую-то статью, не редактируйте ее. Вы можете отправить ее к какому-нибудь корректору, если он у вас есть. Мы все богатые авторы, у нас у всех есть еще корректор, которому отправляем свои статьи на орфографическую, пунктурационную, стилистическую проверку. И только тогда опубликуйте свои материалы. Потому что если вы отредактируете материал до проверки, то перепроверить вашу статью будет уже невозможно. Имейте это, друзья. Все. На этом я заканчиваю свой ролик. Желаю вам вдохновения, творческих сил, потому что осень как-никак. Берегите себя, будьте здоровы. И до встречи в следующих роликах.